Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Я продолжаю знакомиться с релизной версией Old World игры от главного геймдизайнера 4 Цивы Сорана Джонсона. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала, по идее, все видео видят сразу во вкладке сообщества. Кстати, спасибо им за поддержку. Ну что ж, воюем с фракийцами. Здесь отбились еще от нашествия варваров. Здесь уже город поставили. Веду... Подожди, я веду ли... Где у меня еще поселенец? Вот поселенец, да. Веду поселенца сюда ставить город. Видите, как медленно он идет без дорог. Ну что же делать? Надо все равно идти этим в дороге. Трачу камень, но нужны дороги. Иначе тут печаль, беда будет. Так, и дальше надо вот этот город уже спасать. И надо ли... Меня очень сильно смущает, что меня вот подселяют римляне. И возможно, конечно, ошибкой было с данными быть в мире. С другой стороны, мне вот эти места все равно не нравятся, в которых данные живут. Где живут фракийцами, нравится намного больше. Не знаю, не знаю. Так, давайте глянем, какое у нас тут событие. Опять про систему обучения детей. Это у нас наша внучка, блин, конечно, Александр Македонский стареньким. Страшно выглядит, но тем не менее. Так, познай себя. Значит, мудрость, дисциплина или храбрость. Ну, я бы еще и мудрости тогда добавил. Эти мудрости добавим. Так, у нас 14 приказов. Рабочий. Этот рабочий халечится, потому что у нас... Не, не, какой лечится? Нам надо все ремонтировать. Пять, четыре. Так, там есть фракийц. Давайте все-таки вот это сначала отремонтируем. Ремонт. Этот лечится. Вот этих подводим туда, чтобы атаковать. Серьезно? Не понял. Почему я, типа, не пишу, что я до него достану? На самом деле, я где-то отсюда должен мочь в него кинуть. Ну-ка проверим. Не знаю, что-то... Ну, мы же в войне. Почему... Почему я не могу его проатаковать? Что-то странное. Простите, почему мне не пишет, что я... И не дает вообще атаковать. Видите, тут не пишет, что я его могу атаковать. Но это же фракийцы. Вот отсюда. А, вот теперь начало писать. Странно. Какой-то странный глюк произошел, честно говоря. Ну, давайте я все равно подойду. Так, проатакуем. Потом этим подойду. Вот отсюда. Так, проатакую. Этот уже подходил. Этот отремонтирован. Ну, я просто могу еще приказы покупать. Поэтому я сейчас подумаю, кем походить. Этим не буду пока ходить. Этим не буду, точно. Этот у нас тут стоит. Держит место. Ага, значит, этот прачник у нас еще есть. Этим я не буду. Вот давайте прачником подойдем. И проатакуем. Вот сюда, я думаю. Два приказа надо купить. Так, хорошо. Интересно, я сейчас надо следующим ходом глянуть. Возможно, я могу посла отправить как-то лучше отношения. Ой, там мечника больно. Нет, не убивайте. Фак. Ну вот, юниты мне вообще не стоит терять. Вообще. Так, у Вавилона перемирие с фракийцами. Христианство в Аккаде. Ваша дочь получила плюс один в дисциплине. Отлично. Правда, младшая, но тем не менее. А нет, это старшая, как раз старшая. Младшая стала жестокой. Греческое язычество тут конвертится. Ой, ему, ему, и еще одного чувака можно так. 200 еды мы не будем брать. А что мы открыли? Ага, пастбищо открыли. Так, копейщиков. Ну, я, наверное, вот это бы открыл, потому что тут есть плантации для... У меня есть и мед, и вино. Это все надо обрабатывать. Блин, тут я... Мне жалко, что я потерял мечника только что. Так, давайте город поставим. Я вот тут решил ставить. Так, у нас два чемпионских города есть. Два селевкидов, но это явно надо на алкоминидов. Сейчас посмотрю, нет ли тут у кого-то бонуса к шахтам? Не, ну, у этого бонус только к городским специалистам. Тем не менее, давайте не селевкидов, а алкоминидов поставим. И тоже начнем с рабочего. У меня маловато рабочих, на самом деле. Хотя бы в каждом городе по-рабочему, мне кажется, важно иметь. Так, теперь этот. Сколько тут ходов осталось? Три, четыре. Давайте этот отремонтируем. Успеваем. Все успеваем. Потом этот и этот. Так, ведем прачников. Блин, у меня тут пять событий. Ассирийский фанатик, наверное. Странствующий, знатный фанатик достиг ваших... Ну, религиозно имеется в виду. Достиг ваших земель из далекой нации Ассирия. Он предстает перед вами в цепях, после того, как напугал людей своими пророческими видениями, которые, как он утверждает, от христианского бога. Ну, двор наблюдает за этим незнакомцем со смесью осторожности и любопытства, когда вы выносите свой приговор. Так, ну, во-первых, мы можем конвертнуться в христианство, но у нас нет ни одного города христианского. Отослать его в Ассирию, но у нас денег нету на это. Взять его в заложники. Беру в заложники. Ассирия, во-первых, далеко. Вон аж где, да? Во-вторых, у меня просто нету денег, и я не хочу в христианство конвертиться. У меня все города в греческом язычестве находятся. Так, предложение свадьбы для Филы. Это следующее у нас... Да. Блин, а у него минус, конечно, к... Не, подождите, а где... Вот предложение руки и сердца от этих ребят. Кстати, а на риторике учится, может реально взять генерала? Это у нас герой. Проблемы с дисциплиной. Это командир. Ну, вообще... Почему нет? Храбрость 3, дисциплина 2. Давайте, пускай за этого выходит замуж. Так, обучение риторики она закончила. Теперь мы можем выбрать, она будет ученым или дипломатом. Так как она может быть королевой, это важно выбирать. Если она дипломат, то все остальные лидеры плюс 60 будут иметь к нам мнение. А если она будет ученым, то как лидер может обучать детей. Есть шанс какой-то... И знаете, мне дипломат нравится. Здесь к тому моменту, как она будет править, я уже все к встречу. И у меня со всеми может быть хорошее отношение. Так, сын похож на отца. Блин, все... Все три, по-моему, да, трус. Отец труса этот трусом стал. Квин консорт гей? Фига себе. Из-за этого... Ну, давайте с чужой компанией время проводить будем. Может, еще детей появится. Так, тут мы сделали специалиста. Я бы, наверное, еще одного тут сделал сначала, а потом уже делал юнитов. Блин, я жалею реально, что потерял мечника, которого мог бы апнуть на самом деле. Шьерт убери. Так, ладно, рабочий, рабочий, рабочий. Ну, точно важно вот этим дорогу провести. Эти пока могут постоять. Что с юнитами? Я не понимаю, почему не показывает возможность этого атаковать. Ага, показывает, что убьет его. Так. А, этот уже походил. Вот этот может походить. Давайте сюда. И добиваем. Апэм. В дисциплину. Кстати, это наследница. Нам бы вот это... Этого прачника не потерять. Так, еще раз. У... Фракийцев два... Два аванпоста остались. Этот и тот. Один приказ. Ну, давайте сюда и пастбище будем делать. А, еще один приказ нужно просто... Вот видите, еще и кустарники их вырубить надо. Так. Этим надо, наверное, вернуться. Все-таки я зря сюда вел. Тут у меня есть, кто дорогу делает. Надо возвращаться тут пастбище ставить. А потом еще и там. Так, давайте, пожалуй... Два приказа. Там, блин, да и третий. Еще тут. И начнем сразу пастбище. У меня 250 военных очков в ход. Это самый большой прирост у меня чего бы то ни было. Поэтому, мне кажется... Не стоит их копить. Тем более, они копятся только до 2000, по-моему. Свыше 2000 они будут продаваться. Лучше их использовать как... Мне бы с Римом как-то отношения улучшить. А, видите, минус 5 легитимности, если вы проваливаете. У нас минус 10 легитимности только что. Так, ну... Шесть бараков, я думаю, что я вполне смогу сделать. Продолжаем. Тут ремонт везде. И тут я успеваю, короче, все отремонтировать. Зашибись. Лечу его, потому что я не могу его проапгрейдить в Секироносца, пока он не будет полностью вылечен. И фрагицы только там останутся. Так, здесь добиваем, наверное, этого и атакуем этого. Так, ну... Вроде пока все неплохо. Так, вот сын страсти. Нелегитимный ребенок. Я его, кстати... Я его могу легитимизировать. Интересно... А, два приказа стоит. И шанс 80-процентный. Но минус... Ладно, давайте, когда у нас останется ход до смерти Александра, тогда... У нас что-то 4 приказа прям... лишних. Давайте, наверное, скаутом... что-нибудь исследуем. Мы, кстати, скаута можем еще сажать в города. Я бы вот в римский город в этот его отправил. И он там может как шпион работать. Если я правильно помню... О, кстати, можно покупать клетки за счет скаута. Вот это я, кстати, не знал. Ну, то есть, за деньги, конечно, но используя скаута. Так, у нас минус 56 денег. Из которых мы кучу выплачиваем, на самом деле, Риму 48. Так-то у нас было бы нормально с деньгами. Выплачиваем, чтобы не воевать. Манихиизм в Карфагене появился. И Фила доказывает ее хороший ум. Плюс 10 к муд... Плюс 10. Плюс 1 к мудрости. Я думаю, хочу атаковать в лагере. Все-все отремонтировали. Тут уже Сеттлер побыстрее будет создаваться. Так, образование наследника. Ну, риторики у нас уже одна учится. Давайте, наверное, коммерции. Так, доводим дорогу до конца. Конечно, нужно еще тут дорогу, но эту дорогу я буду же вот этим рабочим, который появится. Этим я сейчас, наверное, пастбище поставлю и бараки. Проблема вот с этими индиами, то, что они никакого опыта не получают и никуда не апгрейдятся. То есть, их можно строить за деньги, видите? Это, собственно, милиция. Но... Только сего совсем выбора нету. Так. Вот этого можно в секирщика апнуть. Так. Какие у нас есть варианты посла? Предложить мир ему, но он откажется с таким. Вот можно предложить мир, кстати, Вавилону. Вот он точно примет, скорее всего. Два... Видите, это два приказа стоит. И 150 цивиков. Все это у меня есть. Отправим с миссии. Это три хода, два хода. Так, что еще я могу сделать? Какие законы принять? Нет. Семьями. Вот это минус 62 мне не нравится, честно говоря. 400 монет. Это канцлер нужен, чтобы им это дарить. Ну, ладно, давайте скаута. Туда пойдем исследовать. Так, солернум увидели. Красивые римские города, да? По сравнению с греческими. Манихизм. Короче, все религии, кстати, основаны. Христианство и иудаизм в Вавилоне. Манихизм в Карфагене и зороастризм в Неаполе. По-моему, в этой игре больше других не будет. Ауч. Так, принцесса Миртл заболела. Стала верить в всякие странные вещи. Принцесса Фила плюс харизму получила. Отлично. У нас, короче, вот внучка будет вообще каким-то очень неплохим правителем, по-моему. Так, значит, давайте этого закончим. Нет, давайте каким-нибудь помоложе. Вот давайте Миртл. Чтобы она возможно... В смысле? Да. Оружие войны. Наши войска прибыли к фракийской крепости как раз вовремя. Признаки... Все показывает на то, что фракийцы готовились к массированному и продолжительному вторжению на нашей земле. К счастью, большая часть оружия остается в неиспользованном запасе. Что нам делать с этим оружием? Либо вооружите наших солдат для грядущих войн, либо разберите оружие на материалы. Вооружите это, мы получим. Секирщика, разберите материал. Нет, давайте Секирщика. Материалы у нас достаточно. А вот Секирщика мы одного потеряли. Александр победитель. Он все, конечно, все правление Александра он воюет. Вот видите, через 10 ходов появится опять лагерь варваров тут. Именно для этого надо держать воинов. Так, подождите, а где он у нас? А, вот он. Ну, прачниками, наверное, закончим. Так, что за событие? Вдохновленный природой. Герцог Антиох каждый день после уроков ускользал в дикую природу, все больше вдохновляясь природой. Что мы можем посоветовать этому начинающему натуралисту? Много всего необычного в мире. Он отправится исследовать мир со всякими событиями. Лучше смотри... Некоторые смотрят в небеса вместо того, чтобы посорить на почву, на землю. И он станет культиватором, будет как лидер, как губернатор, короче, к фермам. Давайте вот это, наверное, выберем. Я надеюсь, что я смогу уже к этому моменту строить гарнизон, и он будет неплохим губернатором. Хочется верить. Так. Давайте лечить этого рабочего. Тут мы дорогу провели, пастбище строим. Все отремонтировал, наконец-то. Делаем лесопилки. Я надеюсь, что я буду деньги с продажи леса иметь. Ведь он самый дорогой сейчас. У меня минус по деньгам идет. Поэтому мне надо как-то эту проблему решать. Так. Здесь пастбище. И в столице мы сделали охотника. Как спеца. Вот, кстати, обратите внимание, что у меня выросли коттеджи. Теперь это не коттеджи, а деревни. И они дают 25 денег каждое. А до этого давали 10, по-моему. По-моему, я могу еще один коттедж, кстати, уже построить. У нас улучшился культурный уровень. Да, развитый, значит, еще один коттедж. Давайте, ну, вообще мне советуют поселенца. Я строю поселенца здесь. Ну, вообще, давайте, да, наверное, построим поселенца. Тем более, что я тут пастбище делаю, которые повышают выхлоп от еды. Соответственно, поселенцы быстрее будут строиться. И у нас три приказа. Ну, надо туда идти, заканчивать с фракийцами. Блин, я какое ощущение, что я... Четыре фракийца, это я... То, что мы видим. Возможно, их больше. Это не очень приятно. Ну, тем не менее. Посмотрите, я уже вижу тут какой-то откуда-то идет. Скорее всего, тут тоже поселение есть. Вавилон там за горами. Но идея, что мы вот отсюда снизу начали атаковать, была верной. Иначе у нас было бы очень сильное распыление сил. Мне бы тут город побыстрее поставить. Нужно строить юниты. Я хочу хотя бы, чтобы... Рим был не матч стронга намного, а просто хотя бы стронга. Вавилон не согласился на мир. Хотя у нас плюс 115. Только зря тратил на него. Ладно, так. Здесь сделали у нас два офицера, уже сидят. Давайте делать... Эксменов. Так, готово пастбище. У нас вот тут еще пастбище. Вообще далековато, но, наверное, стоит. А, вот тут пастбище. Это еще дальше, кстати. Вот тут давай. Ну, пастбище еще дает плюс соседним фермам. Плюс 40% соседним фермам. Поэтому, когда я здесь делаю пастбище, надо будет здесь потом ферму делать. Так. Тут я, пожалуй, оставлю уже Александра охранять эту территорию. Потому что самый раненый, мне его негде лечить. Тут этот не подходит. Тут лечим. Там строится, там строится. Ну, секероносцы, они на одну сильнее, чем. То есть, у них 6 сил, а не 5, как у мечников. Я думаю, что я секероносцами должен с этим лагерем справиться. Я еще одного прачника чисто отправлю. А этого на лечение. Так. И кто у нас еще может походить? Тут прачник. Ну, наверное, не буду покупать. Хотя, можно этого вылечить. С другой стороны. Так, ладно, может посла еще куда-нибудь отправить. В торгов... Не, на торговые миссии деньги стоят. Ладно, наверное, пока ничего не буду делать. Этот ход просто закончим. Там еще можно легитимизировать сына. Почему пастбище еще важны? Каждое пастбище, это половина приказа. То есть, я сейчас построю пастбище. Это плюс к приказам будет. Да, и, возможно, вы видели, когда у меня уменьшались приказы. Еще постройка всех улучшений. Это минус приказ, просто вход. То есть... Сейчас я вот наведу. Так, рейд фракийцев около Каринфа. Вот здесь где-то. Миртл. Ух ты, Миртл еще сильнее заболел. Блин, вот это... Вот это подстава. Потому что, если она умрет, получается, наследницей станет вот эта чувиха. И потом вот тут пойдет дальше. А я все на Филу ставил. Может, мне ее сделать сразу, наследницей? Это вообще возможно? Во! Возможно. Короче, если это умрет, то я Филу сделаю наследницей. Хотя у нее, конечно, минус 3 к боязни, но она и не планировалась как генерал. Мне кажется, ее вот эти способности, харизма, то, что она дипломат, мы улучшим отношения со всеми вокруг. Возможно, стоит вообще этот Миртл пропустить. Боюсь, что она заболела. Ну, в общем, сейчас будем смотреть. Умрет, не умрет. Так, Вавилон предлагает... Внезапно Вавилон предложил мир. В прошлом ходу он отказался от мира, этим ходом он предлагает мир. Интересно. Ну, я, конечно, соглашусь. Так, деньги или друзья? Однажды утром герцог Антиох приходит к вам в спальню, прерывая ваш обычный распорядок дня. Я не знаю, что делать. Антиох прислоняется к балкону, глядя на столицу. Моя учеба идет хорошо, но чего-то не хватает. Я... Я в раздрае, скажем так. Мне нравится звук денег, но я также люблю своих друзей. Они начинают завидовать и отстраняться, когда видят мое богатство. Что мне делать? Ну, Александр, как видите, не очень мудр, поэтому у нас есть вариант либо харизма, но при этом минус дисциплина, либо наоборот минус харизма, но два дисциплина. Сам он по себе... У него есть дисциплина, кстати. Не, я бы еще добавил дисциплину, пускай будет минус харизма. Ну, он никакой не наследник, поэтому это не очень страшно. Так, иностранные бойцы. После долгих размышлений военный советник Сеутус Фракиец предлагает включить в нашу армию воинов из покоренных народов. Он считает, что эта акция значительно пополнит наши ряды. Хотя эта идея многообещающая, наши благородные семьи могут ее не одобрить. Так, либо мы получаем, очевидно, иностранного бойца в каркире, но минус 40 все семьи. А как у нас с семьями вообще? Либо отказываемся. Я, наверное, откажусь. У меня лучше с семьями улучшать отношения. Бойцов мне пока достаточно, у меня даже не хватает очков, чтобы не выходить всеми. Нужен такой же юнит рядом. И добавим генерала. А это чьи юниты, кстати? Не очень понятно, но мы можем вот этого генерала добавить против фасадных и против кораблей. Так себе. Ммм, такой же юнит рядом, плюс 20. Давайте вот этого тогда, наверное. 33 года. Вообще надо бы помоложе кого. Ферритима. Нет, давайте этого все-таки. Когда такой же юнит на соседней клетке. О, тут у нас уровень. Тут лечимся. Тут у нас воин должен тоже быть лечиться. Вообще по юнитам пройдемся. Так, если чё, скаутом походим. Прачник тут стоит. Тут атаковал. Полечился. Уровень. Блин, а милицию можно как-то расформировать? Я бы расформировал, потому что она явно какое-то содержание требует. Хотя я не вижу. Вот я юниты. Тут еда. Я не знаю, требует ли милиция. Если давайте глянем, тут милиция. Да, одну еду потребляет. Ну, в принципе, одна еда не страшно. Пахай стоит, наверное. Давайте мы в городе только ее поставим. Так, воин. Воин. Секироносец, секироносец. О, он стал варваром, кстати. Вот они сейчас могут приближаться. Мне тут нужна была бы дорога, конечно. Вот этот рабочий будет дорогу ставить. Да, опасненько. Блин, нифига не видно. Три приказа. Ну, давайте что-нибудь сделаем. Раз у нас три приказа, во-первых, давайте все-таки легиметизируем сына. Он стал третьим в очереди. Ну да, если это умрет, а этот, он будет третьим. А если я раньше умру, то, конечно, он из очереди практически выбудет. Так, что мы еще сделаем? У нас еще один приказ. Ну, по-моему, все по два приказа требуют. Чтобы такого на один приказ сообразить. Видимо, ничего. Придется продать. Блин, я вот сейчас начинаю размышлять. Может, сразу как бы назначить внучку наследницей в обход ее мамаши? Так, это наш ги... Нет. Серьезно заболел наш король. Принцесса Миртл умерла. Ну все, это уже 100%. Так, я меняю наследование. Серебряный юбилей, между прочим. Празднуем 25 лет правления. Начинается амбиция отправить 7 люксов семьям. Но это очень вряд ли. Просто очень вряд ли будет выполнено. Минус 108. Ни хрена себе. Какое у нас содержание от городов? Там явно надо ставить эти... Коттеджи. Надо было раньше даже это скорее делать. Так, значит, меняем... Наследников. А, не, слушайте, она все-таки первая стала. Значит, она все-таки так идет. Ну, если принцесса Фила наследник, тогда норм. У меня, собственно, это... Я это и хотел. Так, хорошо. Какая-то странная территория. Я бы, наверное, тут не ставил город. Найденные знаки. После дней медитации королевские провидцы предполагают, что это будет благоприятное время для основания города. Они увидели прекрасное будущее. Ну, давайте. Начинается квест за 20 ходов основать город. Я это точно выполню, потому что у меня, вот видите, сеттлеры скоро будут. И у меня даже места есть куда ставить. Так, еще одно... Еще одно пастбище. Да, видите, можно посмотреть, что минус 3 приказов на создание улучшений. И минус 2 на охрану вот этих вот мест. Видите, когда тут стоят юниты, где тут? Вот здесь, тут и тут. Это тоже минус 2 приказа, между прочим. Просто вам на будущее. Так, по идее, я должен мочь построить коттедж. Мне так кажется. Нет, 2 из 2. Все-таки пока недостаточный уровень. Бараки. Или ферму. Мне вообще надо 6 бараков, так что... Хоть где-то да надо. Давайте, наверное, здесь построю реально барак. Так. Слушайте, могу сюда добраться. Ну, правда, я не смогу апнуть по ходу себя. А я бы хотел... Не, один приказ есть. Так, так что я могу купить. И... Да. Отлично. Отлично. Есть ли у меня еще воины? Да, есть, которые место держат. Ну, блин, если я разберусь с Каринфом, ой, с Каринфом, с фракийцами, то у меня исчезнет с этой стороны опасность, и я смогу сосредоточиться на Риме. Причем, скорее всего... Блин, ну, тут вопрос... Вот проблема с Римом, видите, что мне приходится... Придется армию с двух сторон держать. Фиг знает, где он атаковать будет. Скорее всего, мне даже будет надо где-то в центре держать, и потом по дорогам быстрее перебрасывать, если он решит атаковать. Поэтому я и хочу с фракийцами разобраться, чтобы... Ну, во-первых, место освободить для городов. Надо города ставить в любом случае. Я явно отстаю. У Рима, вот смотрите, 12 городов. У Рима просто 12 городов, а у меня 8. Блин, их там трое вообще. Все, следующим ходом Александр Македонский покинет этот мир. Так, тут уровень. Но, тем не менее, мне надо явно отойти. И у прачника уровень. Ну, вот прачника я все-таки не буду апгрейдить, я буду атаковать. Давайте так подойдем. Блин, хотя, если я сейчас добью этого, то вряд ли они этого убьют. Давайте, наверное. Надо убрать Коринф в огне. После победы мы обращаем внимание на то, что большинство варварских сил состояло из фракийцев, которые составляют часть населения Греции. Люди вышли на улицы Коринфа, чтобы требовать справедливости. Мы должны принять меры, чтобы избежать более широких волнений. Фак. Так, видите, захватывали фракийцев, которые являются частью нашей... Так, либо подавите беспорядки клинками и сапогами, появится три восставших около Коринфа. Либо позволить Коринфу гореть. Ну, я, наверное, так и сделаю, потому что, видите, он становится жестоким. Во всех городах минус 10% к росту, но он следующим ходом умрет. Поэтому, скорее, мы жестоки с Александром. Блин. Герцог Антиох стал менее дисциплинированным. Жаль. Так, что мы тут построили? Рабочего. Здесь рабочие обработали план... Так, нам надо, во-первых, дорогу туда строить. Во-вторых, нам явно нужны... Все-таки... Хэмлиц. Давайте подумаем. Сети нам тоже, конечно, нужны, как и бараки. Но... Давайте, наверное, здесь и здесь потом поставлю. Первое... Больше всего у нас проблем, конечно же, с деньгами сейчас. Лесопилка есть. Ну, я бы тут тоже сейчас сделал несколько... Да, давайте вот здесь делать коттедж. Эти денег не хватает. Не, не денег, кстати, железа не хватает. 211 в скобках, это что, типа, сколько мы можем заплатить, чтобы железо купить. Знаете, я бы тут еще рабочего сделал. Как не знаю, хотим у нас это военные города... Или олимпиаду... Давайте олимпиаду проведем лучше, да. Олимпиаду. Здесь мы проведем олимпиаду. Так, два приказа. Подходим и атакуем. Я думаю, наверное, даже на холм подходим. Так. Этот стоит. Этот... Вот этим я бы, наверное, пошел бы к Коринфу на самом деле. Да, давайте купим три приказа. Пойдем к Коринфу. Ну, слушайте, реально тяжело. Я, как бы, даже разбираясь в игре, просто тяжело. Я себе уровень сложности, мне кажется, слишком крутой взял. Просто не надо было так делать. Ладно, я просто вижу, что я отстаю. Хотя вот от Осирии не отстаю, например. Может быть, еще и вытяну. Посмотрим. Так, это все стало наследием. Александр, великий Александр, победитель, умер. И на трон взошла фила новая. Так как у нас новый правитель, то я думаю, это хороший момент для окончания серии. Как будет править фила новая, это уже в следующем, в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok